Кого еще колбасит, сидите. Глаза не открывает. Кого уже отпустило, можете глазки открыть. У тебя нога еще правая трясется, посиди еще. Видно же? Для тех, кто смотрел начало, ведро почти полное, но не почти, а с горочкой. Слезы. Это как уже Внецкого, говорит, дом себе построил. Знаете, да, что Внецкого? Он говорит, хороший дом, говорит, вы себе построили. Это такой дом, такой дом, в каждом кирпичике аплодисменте. А у меня слезы. Севера. Все вернулись в туалете? Кто-то пропал еще. Прикольная вы группа. Вы очень все добрые, но из-за того, что вашу доброту никто не ценит, вы очень агрессивные. Агрессии, да херещи у всех. Вот дождешься ты еще, просрешься, наверное, я думаю. Так, смотрите, есть люди, которые терпят, да, ездят? У меня из живота болят. Да, да, я тебе и к этому говорю, просрешься. Нет. У меня вот это вот, когда позавчера была, девочка, она уехала отдыхать куда-то. И вот, когда это закончится, уже четвертый день. Жопа от бумажки болит. Смотрите, бесследно это ни для кого не проходит. То есть здесь быть там в течение сколько, может, три часа почти здесь. Оно просто так не проходит, поэтому какие-то изменения в любом случае у всех будут. Кто-то, за чем пришел, тот, кто и получит. Кто-то приходил там за деньгами. Единственное, смотрите, очень важны ваши последовательные правильные действия. И после тоже. Мало того, психику сдвинуть, нужно же делать потом. Поэтому вам еще скинут рекомендации, что нужно будет делать. Там письма прощения, афирмации, в это все заходим. Руки у кого не скучало, да, кажется? У меня, не было. У тебя только. У меня. У меня тоже скинут. У меня рука, ноги. А, вот. У меня тоже ноги. Чуть-чуть. У человека, лицо. Лицо это социальные маски. Это когда сходят, но вот так скорчат, кто там отпускает. Ничего не вышло. Когда руки скучаются. Руки это магическое воздействие. Это энергоинформационное. Магия. А ноги, руки, лицо. У тебя там по черте выскочило и не один. Не переживай. Вообще, у вас очень у многих почему-то вот эта агрессия внутренняя, она очень пограничная. У вас, ну, практически у каждого этот, когда вы кричали, на вис переходите. Слышали? Такой неестественный этот звук выходил. Это вот так выходят они. А голова кружится. Это нормально. Это сейчас будет полегче. А что здесь полегче? Это ты на себя там навешивал чужих проблем. А во время, я же кричала, у меня там полегче прям. Да, да, да. Оно со всех дыр будет, да, щемиться. Реально сильно. Да, да. Это сущность? Ну, что-то вроде такого. Да, я не хочу это, ну, да. А если вы здесь полегче? Нормально. Смотрите, есть, их называют там сущными, там, альтер-эго говорят. То есть, вот этот твой лунатизм, он с той же серии примерно. Ага. Вот. И, но... Все вернется. Какие уроки мне надо пройти? Я откуда знаю? Мне хотелось прям на альтер-лунфинс. Нет, как бы поднять уроки, если... Ты не уйдешь, не уйдешь, не уйдешь. Уроки, в смысле, как понять? Он же зачем-то в тебя залез? Сейчас я его на силу выдернула. Если ты ничего не поняла, опять вернется. А, сейчас уже выдернули. Да. Ага. Но вы сказали, если ты не пройдешь свои уроки. Что там непонятного? Какое слово ты не поняла? А, это дополнительно, которое нам скинут, да? Это мне должны информацию, прощение, что-то такое. Вернись потом, посиди пока. У тебя что-то мозг не тут еще. Расслабься пока. Это бывает, когда тебе проклинаешь спину. Допустим, ты что-нибудь на спину плюнула, и тебе там, а, сука. И, либо, когда ты что-то плохое кому-то сделал, и он в сердцах тебя там что-то проклинает. То есть, в проклятии вообще очень важна эмоциональная вот эта сила. Чем сильнее человек ненавидит, тем он сильнее воздействует. В исцелении то же самое, только наоборот. То есть, должно быть любви, добра, вот этого больше, чем тот негатив, который... Поэтому, как бы, вот этих черных, как бы, в кавычках, херей больше, потому что говна в людях больше. По-настоящему, у добрых людей очень, ну... Которые могут это проявлять еще в мир, очень мало. Говна проявляется в мир много. А доброта, вот вы даже же, вся группа же добрые вы очень. Вы же не проявляете. Да, вместо того, чтобы проявлять любовь, вы проявляете дома агрессию, да? То есть, вместо того, чтобы там обнять, вы, блядь, бьете зачем-то. Ну, такая же... Да, злимся. Да. Поэтому очень важно вот эту свою доброту проявлять в люди. И тогда будет нормально. И чем дальше вы будете от этой доброты, тем больше будет от агрессии, стрессов. Короче, смотрите, откуда берутся стрессы. Вот есть ты, да? Вот ты родился, и ты вот такой. Все люди вообще в целом, они добрые, да? Но, когда ты отходишь от своей истинной сущности, от своего истинного бытия, чем дальше ты от себя отходишь, тем глубже стресс. То есть, душа начинает болеть. Ты чувствуешь, что не туда. Счастья нету. И чтобы все вроде хорошо, а все равно плохо, да? Это значит, ты отошел от себя. Ты проявляешься не так, как ты должен. И когда человек находит истинный свой путь, он начинает звенеть. У него счастье, радость, здоровье у него. То есть, и очень важно вот с этого пути не сбиваться. А как найдем истинный свой путь? А это уже второй вопрос. Это для того, чтобы понять, что ты идешь по собственному пути, когда ты начинаешь в ту сторону идти, у тебя дорога открывается. Тебе, во-первых, у тебя появляется здоровый интерес к какой-то деятельности, и тебя начинает вести. Просто начинает все открываться. И просто иди туда, и все. А если страх не уходить, то туда идти? Все равно, ты всегда будешь идти в неведомое. Невозможно идти. Посмотрите, мозг всегда боится того, чего не знает, да? И ты не можешь знать какой-то путь, который ты еще не проходила. Поэтому туда шагнула, по морде получила, вернулась. Потому что шагнула в другую сторону, по морде получила, вернулась. Шагнула, тут не бьют. Идешь дальше. Можно и идти. Да. То есть, это только эмпирическим путем. Пробуй, а только возможно. И тогда ты найдешь какое-то решение. Ну, там боишься, что ошибется. И не забывай. Не надо. Что со мной случилось? Я певица. У тебя какое-то альтер-эго или что-то с какой-то жизнью проявляется? Что это? Я попробовал, да. Хороший голос, да? Да. У меня такого голоса не было. У тебя, как у оперной певицы, голос. Это прикольно. Я тебе скину, ты посмотри потом. Я, может быть, ты в инстаграме увидишь себя, но там вот так, без лица. Но я с лицом снял, чтобы твои жесты было видно, и ты с их закинул. Это как транс, это оттуда выходит, с другой, из подсознания выходит. У тебя что-то с прошлой жизни, наверное, выскочило, но на вокал походи, попробуй. У тебя очень хорошо будет получаться. Это опыт с прошлой жизни, скорее всего, ты попой, оно у тебя проявляется. В прошлой жизни я была певицей в Нью-Йорке в 80-х. Я это была. Понятно, я что-то курию, но ты что куришь? Ты откуда это знаешь? Ничего себе, наверное, я не знаю. Ну, я тоже психолог. А, да? Ну, короче, иди пой тогда. Ну, психологи не все знают, кем они были в прошлой жизни. Во сне мы. 80% психологов Бога не верят, не то что. Помните, мы в авто приехали? Да. Я тогда была на тренинге, и вы сказали мне, что ты непростая. А, да? Я же не врал, видишь? И с тех пор я отучилась на психологии и сейчас работаю. Молодец. Я работала в салоне, и так, походила на курсы, и сразу клиенту вот так устала. И все вакуи, да, у меня, как это же? Ты предсказываешь или что, лечишь, что делаешь? Я даже не знаю, я говорю, что у меня это. Что приходят? Да. Я говорю, что они тоже так вот. Сами пора не рады. На вокал походила, ты попой. В общем, в коровке она замкрыла. Жанн Мсол в коровке у нас есть. Есть. И я вот до сих пор не понимаю, почему вы мне так сказали. У вас мира помощница была, знаете? Да. И вот вы сказали, работай с ним бесплатно. Вытащи ее. Я говорю, почему он так не сказал? Ну, поживем, узнаешь. Ну, поживем, узнаешь. Я же вижу этот потенциал, у кого есть такие способности. И поэтому говорю, и все. Там же Беркут еще был. Да, Беркут был. Беркут тоже он в ходе чертей гоняет сейчас. Да, он сейчас тоже на певец какой-то был? Нет, нет, нет. Беркут такой, знаете, товарищ интересный. Есть такой фильм, Бауржан Мамушилы видели? Недавно сериал сняли, этот казах фильм наш. И вот Беркут, вот точно он Бауржан Мамушилы, блядь. Вот такой же, как стрела прямой, блядь. У него вот таких... Он не может углы сглаживать. Он вот прет, как танк. Такой интересный товарищ. И он тоже, он же научился, он гоняет, ходит. Чертей. Вот вы говорили, что приходите потом сколько раз. Некоторым людям надо несколько раз. У кого руки сворачивало еще, приди, ты точно еще заходи. Этот, приходи еще, да, тоже. А что за ножи? Как он тебе скажет, ты меня заебал еще раз, поди? Слушайте, ребята. У тебя, да, у тебя, да, хера. У тебя на агрессии очень сильно наверчено. И у тебя какой-то незавершенный конфликт с женщиной. И у тебя прям в ту сторону прям агрессия идет. Чаще всего это заловки свекровки и своя мама. У тебя левая рука прям вот так в кулаке была. Ты орала, блядь, дурниной прям. Я когда хотела... Это левая рука, это женщина, да? Да. Это конфликт с женщиной, когда вот глаз сжат в процессе. А я когда хотела плакать, у меня вот здесь застряла, и сказать, что ты умный. Он просто терпеливый, понимаешь? Я бы это не выдержал. Это же невозможно же. Нозом не бегает. Он же не понимает, что происходит, понимаешь? А ты бесишься. Ты же заводишься с полтычка. Да. А что теперь я делаю? Что я делаю? Все уже? Ну как опять бегает сюда, отправь. Сам можешь не приходить. Ее отправляй периодически. Легче же тебе будет. Потом успокоится. Я не знаю, что у тебя такой триггер твоей агрессии, но что-то, видимо, есть неудовлетворенность в том, как ты живешь сейчас. Это может быть правда. Ну вот какая-то там, я не знаю, там где-то конфликт с какой-то женщиной. Это может быть неудовлетворенность с собой. Но тогда иди уже удовлетвори себя, не знаю. Это я нежеланный ребенок. И в сексуальном металле. Как? Нежеланный ребенок. Ой, так вот, знаете, не надо перекладывать, иди, сейчас живи. Я вообще не люблю, когда там, я нежеланный ребенок, мама хотела мне сделать аборт, поэтому я несчастна. Иди ты в пись... Это же перекладывание ответственности, понимаешь? Ты же родилась в оконцовке. Я понимаю, есть там испуг, да, бывает в теле зажимы, когда ребенка не хотели, он боится, там его хотели абортировать, он боится, это страх с ним бывает. Но это одна процедура, там, ну, один сеанс и все. Ну не надо с этим работать, там, по 20 лет и ходить. Вы же жизнь просираетесь свою. Зачем? Это же перенос ответственности. Вчера вон до 12-го колена предков она вот расстановок прошла. Ну это же, ну, съебанцов же баба это же. Она дошла до 12-го пращура, чтобы обвинить его, что он из-за него нахуево живет. Ну это же бред. До 12-го доебаться. Ладно, где и папа, дедушка виноват. Ладно, да прадеда ты. Еще, ну как-то, фотография, может, осталась, блядь. 12-й пращур, представь? Это как неохота жить здесь, чтобы до 12-го доебалась. Представьте, ну это же, ну, капец же это. Это ладно, ты маму обвинила, там, еще кого-то. Ну, это же, жопа же. Ты где-то сталкнулась с смертью, потому что у тебя фиолетовые руки, ладони прям. Это говорит о том, что либо это авария, нападение, где-то вот, значит, прикопали где-то. Ну, что-то вроде там порчи там и так далее. Ко мне, знаешь, этот недавно мужик приходил, вчера, позавчера. Он говорит, меня прям моя бывшая проклява. Порчу сделала, что-то там. Я говорю, ты откуда знаешь? Она говорит, вот так приходила в офис, блядь, с землей нахуй и кидала. Да я думаю, ну, может, гонит, блядь. Ну, как ты можешь такой? Она в открытую, говорит, приходит и в офис, накидает эту хердию. Я не знаю, кто и за что тебя, но, в общем, говори. Ты сейчас будешь этот, смотри, не залети. Ну, в смысле, если хочешь, иди залетай. Ну, посмотри по состоянию. Я, смотрите, я не люблю подвязывать людей. Обязательно придите там, этот. Я точно понимаю, что, когда есть желание внутреннее, приходи. Но насильно я тебя заставлять не буду. Тебе обязательно надо. Я говорю, когда обязательно надо, когда есть воздействие, я говорю, ну, еще зайди. Но это не значит, что завтра надо. Потому что, ну, такого нету, что там не пришла и умерла, блядь. Ну, то есть, это не так к спеху, но лучше какое-то там в течение квартала, полугода. Я, конечно, вообще не могу с этим говорить. С чем? Ну, не знаю, что так перекрывать, но все. Я же тебе говорю, у тебя чуть, этот, ну, слегка. У тебя и аура крутится в другую сторону, да, тебя подворачивать не туда. У тебя и руку повело. Ну, то есть, у тебя есть признаки, с которыми нужно еще поработать. Мы сейчас сняли, но можешь еще потом индивидуально прийти, так, прийти, ну, еще что-нибудь сделай. Про меня что-то. Что про тебя? У тебя ты очень сильно, ну, не только ты, но очень многие люди, которые, этот, вы хотите помехать вещей одновременно. Так не бывает. Вот она такая же. Вы хотите потрахаться, как это, без греха и досы-то, блядь. Вы, ну, так, ну... Как вам объяснить, что-то... Все, и сразу? Нет, они хотят... С одной стороны, да, она хочет быть хорошей девочкой, с другой стороны, хочет быть плохой девочкой. Или делает какие-то плохие вещи, которые не угодны, там, этот. И они в этом раздрае, постоянно вы живете. Это же мы неосознанно делаем. Вы осознанно, неосознанно, без разницы, как это делаете. У меня один друг есть, он говорит, когда на двух стульях сидишь, у тебя твоя жопа, говорит, между ними щель есть потом. Между стульями. Кто-нибудь засадит туда. Понимаешь? Нельзя, очень, вот, нельзя быть, играть в полярных вещах. Услышала, нет? Я правильно объяснил? Не знаю, дошло, не дошло. Дошло, не дошло. Потому что в твоих глазах нету понимания. Я пойду переспрашиваю. Ты, короче, как монашик, который бледует. Так понятно? А потом ходит, отмаливает грехи. Услышала, нет? Да. Ну, типа... Ты с одной стороны святая, с другой грешница, да? И у тебя это все сошлось, и ты не знаешь с какой-то стороны. У тебя серых тонов нету. Смешай все, пусть серая будет, блядь. А как это? Это в голове, позволь себе. Просто позволь, что, ну, вот такая, ну, и такая тоже я бываю. И такую я себя тоже люблю. У вас внутреннее отрицание себя плохой. Вот, нашел я слово. Все у меня через блядь в этом. Не принимаешь? Да, у тебя отрицание себя плохой. И ты делаешь что-то хорошее, но ты же знаешь, что все равно там есть черная сторона. Вот люди, которые отрицают свою темную сторону, у них вот биполярное, блядь, расстройство у всех. Это вот она же говорила. Не знала, я вот зашла там, куда там свет на тебя там продлился, и оказывается не так жила. Вы в аду все гореть будете, я вам говорю. Потому что, ну, невозможно так быть. Потому что вы какими-то вещами святыми прикрываете свою, там, ну, свою похоть или свои неправильные поступки. Вы прикрываться начинаете, как щитом этим. Так, ну, лучше честной блядью уже быть, чем вот прикрываться потом религиозными какими-то постулатами. Ну, мне так кажется, я не знаю, но это очень странно всегда. Я думаю, что когда ты падаешь на дно, ты ищешь причину, за чего, что когда-то. Тебе найти причину? Ты. Я понимаю, что я, где я, что я не так говорю. Вот сейчас мне сказали, почему я, мне не шло, не шло, только за халатом. Я вспомнила. Вот я вам говорю, и все прослушали, а меня, ай, да, не себя все поняла. И ты хочешь, я вам сейчас расскажу, да? И я потом, и потом, до меня раз так как пошла мысль. В школе так было, девочки сначала были все, а потом все отвернулись в универе. Да нет, дело по сей день одна. Что я не так говорю, что я не так говорю. Я знаю, что я группа. Я не умею так ласково, как девочки, во мне больше не шло. Тебе честно сказать, почему люди пропадают? Я очень, да. Прям честно ты хочешь? Вот это я хочу знать. Ты же моперишь. Как? Ну, в прямом смысле, ты всю энергию, которую человек накачивает, ты его раз и снизала. Ну, меня тоже запрали. Ну, давай, хуярь, теперь нас, бля, че, мы у тебя запитали. Я была уверена, что во мне сидит БСГ. А сейчас из меня еще не вышпать не будет. Вот, сука. Слышала? Я была уверена, у всех вышло, у меня не вышло. Можно у меня не ешь? Вот, сука. Я же вижу, что у меня легкая давно. Что, стану так сказать? У меня что, нету? Может, нету у меня, я просто одна придумала. Ну, да, ты святая пришла, конечно, у тебя реально сейчас понимание того, что у тебя ничего не вышло, да? Не вышло. Ну, вышло, нет. Метедеджин не вышел, а вышло понимание, откуда у меня вот эта обида. Я это боюсь. Вот это пришло ко мне. В тебе говна больше всех вывалилась, бля, ты знаешь? Ты вот на всех посмотри, у тебя больше всех было. Да. Так бывает. Я что-то по-другому представлял какой-то человек. Если бы что-то здорово. Не, вы сошли. Е-бан-ан-ан-ан-ан-ан-ан-ан-ан-ан. Вы с вами не общаетесь, потому что вы обесцениваете себя и обесцениваете себя. И людей вокруг. Какого нахрен это-то... А, вот вы все меня сценивали и не хочешь слушать. Потому что твое нытье никому не нужно. Вот этим, да? Я же тебе говорю, ты вампир. Ты хочешь, чтобы тебя все выслушали, пожалели, ты забрала энергию и пошла домой. Мало того, ты когда будешь уходить, в чувстве вины еще человека оставишь. Да нет, а... Как нет, я уже, блядь, весь я босрана, ты что? Как нет? Тебе другой никто не скажет, дорогая. Так как я, никто не разговаривает практически. Я тебе прям правду в лицо говорю, ты вампир. И пока ты это не осознаешь, что надо в людей вкладываться, а не у них забирать. Так и будут все вонить от тебя. Самое интересное, она будет вкладываться, вкладываться. Да, да. Я это в баку и получала. Да, да, да. Я помогала бабульке постоянно. Не надо бабульке. Бабульке ты помогаешь, ты сходишь до нее. Сверху вниз. Я помогала бабульке щелком. Я любого, кто там будет. Пацаны, одного пацана вот так, 50 пацанов били. Я подлетаю Тамару. Я вот такая. Я не могу не помочь. Пожалуйста, ты меня сейчас услышь еще раз. Люди не хотят, когда их жрут. Им никому не нравится. Как я жрут. Путел. Путел. Мой. Да. Да. И да. Ты хочешь жалости. Ты загоняешь чувство вины. Твоя боль самая боль. У всех просто тараканы. У тебя, блядь, сестра заменит. Мне заказано 4 года до этого все хорошо было. Я не знаю, но у тебя предстоит большой путь и длинный. Потому что ты в письмах прощения это говно все будешь выгружать. И это не в кого-то. Это не кому-то в жилетку пожрать и уйти. Это в письмах прощения. Тебе будет очень плохо. У тебя со всех дыр все будет длиться. Понос, тошнота, рвота, головная боль. У тебя будут скручивать, тебя будут парализовать. Сиди и пиши. 40 дней подряд. Поняла? За тебя это никто не сделает. Ни один психолог этот путь за тебя не пройдет. Это твой путь, который ты должна пройти сама. Услышала меня? И каждый раз, когда ты чувствуешь, что ты ноешь, заткнись. Поняла? Вот как только изо рта выходит в диалоге с человеком, ты чувствуешь, что ты ноешь, замолчи. Потому что когда ты, смотри, что ты хочешь. Короче, знаете, жвачные они. Они вот жуют-жуют, потом отрыгивают, опять жуют. И вот ты вот так общаешься. Ты вот жуешь-жуешь свое говно, отрыгиваешь вот так. Другой должен взять это вот схавать, свое намотать дерьмо, отрыгнуть, и ты опять ешь. Вот, вот это вот нытье и вампиризм на уровне энергии, это вот говняная энергия. Она, да, она источник энергии, но так себе качество. Понимаешь? Но ты по-другому не умеешь жить. У тебя по-другую энергию ты не ешь. Ни любви искренней, ни заботы, ты не понимаешь этого языка. Тебе нужно поныть. И что, другой человек, твоя подружка лучше такая же, как и ты. Вы друг друга будете жрать, вот так вот это месить говно туда-сюда. Это очень сложно перестраиваться. В письмах прощения ты лучшая подружка для себя. Вот заеби себя просто. Там не будет энергии добавляться. Ты будешь ныть, тебе будет все хуже и хуже. Я, ну, этого не было. Четыре года. Вспомнила бабка, как девка и была. Зачем ты это вспоминаешь постоянно? Потому что я сейчас. Начинай идти с тем, что есть сейчас. Не нужно вспоминать вот эти прошлые, былые победы. Вот сейчас вот ты вот такая, прими и потом иди туда, куда ты хочешь. Тело очень быстро перестраивается. Вы замечали, да? Когда человек обращает внимание на тело, он очень резко восстанавливается. Ты можешь себя 50 лет убивать, просто бухать там, я не знаю. Но когда ты взялся за себя, оно буквально трансформаться в годик-полтора. Но это нужно все свои пищевые привычки поменять. Это нужно в спорт залезть. Это нужно прямо этот. Но возможно, даже тебе возможно. Если тебе кажется, что это невозможно, это легко. Просто нужно захотеть, поняла? Меньше ной. Замолчи сейчас. Стимул у нее пропал. Знаешь, что такое стимул, да? Это палка с гвоздем, быкам в жопу втыкали, чтобы они быстрее шли. Там у меня папа в детстве. Выдыхай. Ударили, я вспомнил это. Ну, я ж знаю, как вовремя пиздануть там. Спрашивайте, что ты хотела. Можно я про письма прощения хотела спросить? Я уже писала такие письма, и мне ничего не... 40 дней? Нет, не 40 дней. Зайди в 40 дней. Не писали вы такие письма. 40 дней. Вот именно, что я неделю пишу, например, все, я бросаю. А потом какое-то время... Ну, кто виноват? Ну, одно и то же, у меня все равно ничего там не происходит. Ну, блядь, надо 40 дней писать, и 7 дней писала. Ну, все равно. Да должен быть хоть какой-то результат. Ты же пиши... Один раз попробуй для себя написать, ладно? Не для психолога, а для себя. И засебни ты охуеешь, сколько выводится у тебя. Если ты писала, и у тебя ничего не было, ты писала не для себя, дорогая. Ну, да, я не для себя писала. Ну, а как толку? То есть, мне можно не 40 человек, а только на себя писать одно письмо? Нет. Ты торгуешься сейчас? Нет, 40 человек, и 40 писем нужно в заднем написать каждый день в течение 40 дней. Это же... Слушай, Моисей 40 лет водил по пустыне Шарайобеля, чтобы это сделать. Ты 40 дней попиши, пожалуйста. Моисею было сложнее. Сразу идет час, а это 40 часов в день. Это даже в день не укрей же. Пиши. То есть, на одного человека же. Нет, всем. Всем 40, каждому. Я вам еще раз говорю, это такое, это сродни по ходу Моисея по пустыне 40-летнего. Вы этот путь пройдете за 40 дней. Можно вот, например, написать половину о том, через какое-то время? Нет. В тот же день. Вечером садишься, пишешь. Ну, зачем вы торгуетесь? Вот есть технология. Остановитесь сейчас. Есть технология. Сделайте по технологии. Зачем вы, бля, объясняете, как вам не надо? Я сейчас, знаете, занимаюсь этим фридаймингом, давно подводная охота, тренируюсь. И там есть очень, ну вот, я же сам тренер, да, и я наблюдаю за людьми, как они учатся. И вот он мне говорит, плави так. Он говорит, делай так, я делаю, да? Бля, люди с ним спорят. Они ему дают рекомендации, как он должен их тренировать. Вы же, сука, нихуя не понимаете в этом. Если он говорит, ласты надо вот так делать, сделай так. И один такой, знаете, он говорит, сделай вот это упражнение, там, вертолет, и потом, ну, это вертикальное погружение в воду. Он берет вот так, трубку вытаскивает, бросает на берег и туда. Он говорит, трубку возьмет, а что, не надо? Я вот так на него смотрю, на тренера, я говорю, я думал, я выебываюсь, это вообще. Он говорит, ты лучший ученик, ты не спорил. И потом второй заходит, и опять ему то же самое, ты неправильно мне упражнение даешь. Я говорю, чувак ныряет лет 20 уже. Ты пришел, ты ласты вчера купил. Как? Ну, через месяц 20 тысяч человек прошло. Я тебе говорю, делайте вот так. Просто сделайте, как говорю, и все. Не нужно ничего придумать. Вы мне сказали, я не помню, вы мне сказали письма писать, маму принять, все, вы сказали, я все сделаю, и через три месяца я вам даже могу даже фото показать, это ты сделаешь. Показывай. Я так встала. Это реально, это работает. Это технология. То есть, это не я придумал, я это собрал с разных техник. Вот это вот, через пару месяцев я к вам пришла. Это это? Нет, это я вот. Да ладно! Вот она больше похожа. Вот угадай, где она. Вот это. Капец. Покажи, 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 покажи. То есть, просто пройдитесь по технологии, и больше ничего не нужно. Вы знаете, очень многие люди, когда ходят к психологам, гадалкам, еще кому-то, да? очень многие таблетки вот этой волшебной, ее нету. Да, я не сидела на билетах, ничего. Вообще, я могла ночью поехать в Бигмак, и съесть два Бигмакова. Вообще, не себя. Реально, проработала, все, что вы сказали, все делала. Просто сделайте. Вы знаете, на скольких людей это протестил? Я, рука тоже полетит. Нормально, да. У меня, наоборот, я не могу выбрать вес. Дорогая, не надо. Остановись, не надо. Чуть-чуть-чуть. Не надо. Не надо. Ты стройненькая, нормальная, не надо. Ничего не мучайся. Вообще, не парься насчет этого. Сегодня век худых женщин. Ну, в смысле, это уже сейчас картины Рубенса уже все, они уже отвратительные стали. Раньше было прикольно, да, потому что голод был и чем толще, тем богаче. Сейчас, чем худее, тем богаче. Поэтому нормально. Сейчас бедные толстеют, эти богатые худеют. Это как вот это, помните, как Мария Антуанетта сказала, когда ей сказали, что у крестьян нет хлеба, они говорят, когда хлеба дома нет, кушайте пироженки. Вот. И сейчас... Сейчас у меня крапивница какой-то разводим. Угу. То, что рука чуть-чуть вот так вот делает. Это еще при ней. Так что? Это непринятие себя. Письма прощения. У тебя все нормально вышло? У всех хорошо вышло? У меня больно не вышло. Ну зачем вы так? Ладно вы себя ебашите, меня-то не трожьте, а? Ага. Пресс? Ага. Это почему? Это когда через усилие воли человек идет, из-за этого, когда здесь продавливаешь, здесь больно. У некоторых прям вот, ну совсем... У тебя это, я не знаю, ты пресс-то качал или что? У тебя прям... Тебя вот так бьешь, как будто в этот... В стену. Тук-тук прям. Если это не пресс, то это спазмы тогда. Если ты специально пресс не качаешь сейчас, то это спазмированный живот. Давай. Когда жарко, когда я потею, а потом... Это воля подавленная. Я же тебе говорю, смотрите, ну невозможно, вы же себя... Вот вы же себя ругаете. Вот что-то вы делаете, потом себя ругаешь. И оттуда нет мотивации, из-за этого энергии нету. Ты обесточенно хочешь, а она начинает заедать. Вот ваша разница. Она себя хвалит едой, а ты себя хуярит и не ешь даже, и вот ты сидишь. Из-за этого пупок холодный. То есть, из-за этого воля подавляется, сил нету, мотивации нету. Можно спросить? Давай. Ну, из видео, я бы с видела, вот как сексуальную энергию реализовать, ну, творческую подавлю. Это медитация, это даотский практик любви купи. И там, в этот кундалини, поднимаешь, по-моему, в горловую чакру, и она будет выходить в творчество. Да. Кстати, когда я вспомнила, что никто не слушает, не хочет слышать, у меня болела вот здесь вот, душа, перекрывалась дыхание, астма, не астма. Но когда я про папу, который бил меня, тогда у меня болело, не болело вот здесь, дыхание, астма, и аллергия, вообще вот аллергия, это чаще всего, это буллинг в школе, или где-то еще. Да. Когда тебе булят, у тебя потом оно выходит. У всех, у кого аллергия, где-то процентов 70, точно сталкивались с буллингом. Но я все же не знаю. И? Письма прощения. Вы хотите других рецептов, или что? А вот письма прощения на одного человека сколько в стране должно быть? Сколько в стране написано? Вы просто не представляете, какое вот, вот то, что вам сейчас скинет, это золото. Я вам клянусь, это золото. Это, знаете, искали медь, нашли золото. Это вот это. Валяется бесплатно везде. Весь ютуб я закидал этим, да? И люди не могут подобрать даже. Надо купить-то. Надо продать, да. Что-то надо продавать это. Скажите, а что означает у вас, когда вы стояли, тяжесть в ногах, прям вот как будто бедонная? Это нежелание идти. Это страх или нежелание идти. Трясет. Это страх. Вот то, что ноги тряслись, это у тебя правая рука, правая нога, то, что тряслась, это, видимо, мужчина бил или что-то, или папа бил. И вот этот страх остался, вот этот трясется. Когда тяжесть в руках, вот вы когда-то ходили, потом вот это тело, и у меня как будто руки тяжелые-тяжелые. Ну, это не принятие того, что я делаю. То есть, там тело пора... То есть, ты что-то делаешь, и потом себя ругаешь. Или так нельзя было, вот это ты зря сделала, надо было наоборот сделать. Вот руки. А я тут стояла, танцевала. Ну, нормально, это ничего. Ты делиться или караоке, или на вокалы не походи, особенно на вокал, у тебя голос очень грудной, и такой, и на оперный похож. Это очень редко. Когда, если ты вокалом никогда не занималась, это очень редкий дар. Иди поэтому научись петь. А у меня от такого ничего не выходило, а как мне такой глубокий травм, глубокий... Нету? Ты нормально? Нормально. Не переживай. А, я рисовала, рисовала, рисовала. Ничего, нормально. У всех, я вам говорю, у всех очень огромное количество агрессии в основном. Не сама цель, чтобы ты тут плакала, что-то с тобой происходило. Ты можешь стоять, и ничего не будет. Но потом, когда вы уйдете, вы посмотрите. Вы говорили, что сегодня много женщин, которые хочут развода или разведенные. Это из-за агрессии? Разводы женщины хотят из-за того, что стало возможно жить без мужчины, то есть зарабатывать. И стало открыто более, что вот так я хочу, так не хочу. Вот это еще открылось. И сейчас огромное количество разводов в Шымкенте, оказывается. В город Шымкенте когда пойдете, если кто-то есть оттуда. Просто крайний раз я туда ездил, когда просто все в разводе, и прям полгорода, короче, разводятся сейчас. Потому что психология стала доступна. Все поняли, что такое абьюз после Бешимбаева. Все поняли, что так нельзя. И, короче, вот это количество разводов увеличилось еще. Все думали, что это нормально, когда тебя пиздят. А теперь никто не терпит. Ну, то есть, многие глаза открылись после этого суда, но очень много разводов было. И до сих пор еще, понимаю. Прям некоторые приводят мужика, и я говорю, что пришел. Он Бешимбаев, блядь. Вот так. Он Бешимбаев. А ко мне, знаете, приходил один пара приходила, и муж жной. И она так, он Бешимбаев, я там что-то это туда. А потом я думаю, да чуть-чуть приходит, потом нормальный мужик, короче, а он реально, блядь, мудачок. Вот прям, знаете, это же вот с той серии вот этот абьюз, когда он реально, как Бешимбаев разговаривает. Да, он наружу живет. Он реально, как Бешимбаев разговаривает. Я говорю, зачем ты ее ударил? Я просто рукой вот так взял, она там стояла, ну, я случайно. Вообще, я говорю, да, хуйню несет. А то он меня пиздит. Короче. И они держат тебя в постоянном чувстве вины. И поэтому ты не можешь уйти. Можно просто сразу, вот приятку мне, когда я развилась 11-12 лет, ну, давно, вот он первый и единственный раз ударил, ну, подалились. И ты ушла, да? Я его выкинул, да, выкинул. Ну, он, правда, потом хотел, приходил и хотел себя. Ты приняла? Нет, вы что? Ну, хрен знает, знаешь, что-то принимаю? Вчера на твоем месте сидела, она там, я вернусь сейчас? Нет, я сразу с детьми общается, но я с ними вообще не вижусь вот по такому достоинству. Правильно сделаю. Нельзя позволять, что тебе били. Абой меня бил, и еще одну камеру снял, в вашу постель и угрожал. Если ты меня не впустишь, то я вот это всем твоим клетам раскидал. Ну и что такого? А что, они не трахаются? Ты же с мужем трахалась, не длинную, где-то там. Или беременную на балконе, но всю ночь оставлял на улице. Пиздец вообще. Бил, страшно. Мало того, что обокрал, но огромный. А так после родов поправилась, да, из-за ребенка? Выдыхай. Время же. Выдыхай, дышай. Вот это все закончилось, когда 6 месяцев было, я уже все не смогла. Не терпите никогда, не нужно. Никто не имеет права тебе бить. А 9 лет, вы сказали, вот типа, это, 3 года, 4 года, да, или 2 года, 4 года. 3, 3, 4, 9, 7. А мы уже 9 лет прожили. И что? Что-то у мужа какие-то внуки начали. Сколько раз ты от него уходила? Ни разу. А он? Он тоже. Вы, в смысле, 9 лет живете, вы с родителями тогда живете, или что? Вы с родителями живете? Отделе живете 9 лет? У нас разница 35 лет. Кто были старше? А? Конечно, муж, мне 39. Долго, ну тут. Ему сколько? 70, сколько ему сейчас? Ему 73. И чего ты ждешь? Ничего не жду, нормально, мы хорошо живем, мы любим друг друга. но у него вот в последнее время начинается этот, вот этот бизнес 50 на 50 с моим сыном. Я говорю, твой сын вообще-то не мой сын. Ну это же, типа, мой сын. Я говорю, ну и что, пусть он сам себя обеспечивает. последнее время, это вот только последние несколько месяцев, мы какой-то недвижимость приобрели, я говорю, понимаешь, что мои деньги мои, и я ни с кем не буду делиться. Он говорит, ну он тоже вложил, типа, я говорю, это ты вложил, либо я вам возвращаю. И вот у нас сейчас финансовые перетерки начались. Ну правильно он. Ты когда до 73, или с каких там доживешь, ты тоже начнешь потом все переписывать куда-нибудь. Выдыхает. Ага. Заверла. Нет, он потом начинает, либо он себя виноватый чувствует, он начинает, что ты думаешь, я без тебя не проживу. Нет, куда ты сейчас пойдешь? Ты до калитки дойди сначала, да? Он начинает доказать. Я буду с тобой не спорю. С возрастом люди становятся хуже. Ну я его люблю. И поэтому, потерпи, что-то. 75 лет. Нет, он у меня до 100 лет лучше. Он по внешности никто не скажет, что ему все несет. А внешность он 55-60 лет. Вы это время не наебете так сильно все равно. Ну он выглядит хорошо. А вот откуда это у людей? Вот у мой на 10 лет младше, она на 35 лет. Откуда это желание? Мне все равно. Ей папу не с папой что-то, скорее всего, да? Нет, у меня с папой чудесные, прекрасные отношения. Папа меня всегда любил. Папиков любят, кому... У меня папа второй раз женился, и у него вторая жена была ровесницей моей сестры. Я сказал, пап, а как это так? Твою маму любил, обожаю, обожаю, но это любовь. А ты думаешь, я лучше последний буду, да? А если у меня так будет? Ну я тогда в пятом парке. Он сказал, если полюбишь, пожалуйста. И как бы меня всегда никогда не жили, завали мои ровесники. Ну папа это... Ну он что же тебе эту мульку в голову засунул? Да, наверное. Это когда наоборот? Люди интересные, да? Сами все расскажут, откуда знаете? Ну видимо, это была картина для меня нормальная. Он тебе картинку в голову засунул просто. И он тебе ее одобрил и подтвердил. Понимаешь? И поэтому ты туда пришла, потому что это одобрение папы искала. И отцовскую любовь, ну как бы отцовское одобрение и любовь. У меня вопрос. Угу. Как вы вообще не лекарите этот стресс в моменте? То есть произошел стресс, например, да, и не лекарит? Сейчас остановись. Письма прощения, когда пропишите, у вас такое принятие мира будет, такая осознанность, вы очень сильно удивитесь. Вот смотрите, осознанность, все же несутся там осознанность. Сначала говно все изнутри выгружаете, когда это все негативные твои обиды, агрессия, вот это все уйдет, любая ситуация, которая происходит и не касается тебя, тебе будут вообще насрать на нее. и кто хочет прям реально дойти до осознанности вот этой вот управления своими эмоциями, я всех зову под воду. Вот почему? Потому что я амбассадор уже стану этого высокого фридайвинга или чего там, не знаю. Потому что когда ты медитируешь под водой, а под водой медитация необходима для того, чтобы мозг не жрал кислород, оказывается, в состоянии медитации мозг не думает и он не потребляет кислород. И тогда ты можешь 2 минуты, 3 минуты под водой быть. Как только у тебя паника начинается, 15 секунд, 10 секунд, 5 секунд, сейчас умру, вот это начинается, когда и ты все, тебе воздуха не хватает, ты выскакиваешь. Как только мозг отключается, 2-2,5 минуты, 3 минуты спокойно люди сидят. А там дышать можно? Нет. На вдохе ты вдохнул и ушел туда, все. Я вот в бассейн ходила, чуть не мутонула, потому что... Вот поэтому я говорю туда вот, для того, чтобы научиться управлять своими... Смотрите, я вам объясню, что там все настроено на то, чтобы не тратить лишнее количество энергии, то есть ты на минимизацию энергии потребления. И даже, когда... Там есть упражнение, когда ты встаешь на бассейн и вот так стоишь, и ты должен простоять, чем дольше, тем лучше. И кто-то там плыл и вот так классно вот так шип вот здесь, я голову повернул, минус 30 секунд. Понимаешь? То есть, ты выплываешь. Я говорю, у меня вот так было. Он говорит, зачем ты головой вертишь? Я говорю, что нужно? Он говорит, у тебя же глаза есть. Вот так делаю. Понимаешь? И ты там потом становишься такой... Понимаешь? Ты в медитации, когда ты сидишь, тебе тренер говорит, расслабься тело, там вот это, да? И вот она там что-то там осознанное понимает, где у нее расслабление. Нет, может быть, а может не понимает. Но в воде, когда ты расслабляешься, и тот участок тела, который напряжен и нет, он всплывает. Ты когда... Вот ноги напряжены, у тебя дуги вверх тянутся. Расслабишь, они падают. Руки вот так. Я там по дну ходил и в водах ходил. Он говорит, у тебя руки напряжены. Я говорю, откуда ты знаешь? Он говорит, руки должны быть вот так. И я реально второй раз встал под воду, чук, руки расслабил, они упали. То есть тебе вода сразу обратную связь дает. И ты понимаешь, ты расслаблен или нет. И тренер видит снаружи. И ты всплываешь, и он говорит, вот здесь ошибка, там ошибка, раз опять заново. Это самые крутые медитации, практические. Я не мог найти практического применения медитативного состояния. Мы там учимся медитировать под водой. Очень классно. Кто не умеет плавать, там не надо плавать, там надо тонуть. Вот я не умею плавать, поэтому ходила, с тренером работала. Вот так же тренер говорил, разляпся, разляпся. Нет, это на дно и уйдет. Тебе ласты оденут, потихоньку-потихоньку будешь всплывать. Просто вот со зависимых отношений можно или раньше не годы делать? Это через письма прощения, это 40 дней, это уже не годы. Ты в письмах осознаешь, насколько тебе это нахер не надо все. И выйдешь. Со зависимые отношения ты попадаешь, смотрите, абьюз, это же абьюз чистый со зависимые отношения. Почему? И откуда и взялся вот этот БДСМ? Он же оттуда с абьюза и вытащился. Просто люди научились получать удовольствие от этого. БДСМ? Да, да, то есть человек, смотрите, человек, который хочет вот с мазохистскими наклонностями, это же, ну, ты же мазохистка, ну, как бы, когда ты в со зависимых отношениях. Когда ты хочешь вот этот мазохизм, это тогда, когда тебе не хватало материнской любви. Только мама может говорить гадостью и любить одновременно. И когда человек с тобой это делает, он попадает в позицию родителя, а ты в позицию ребенка. И он тебе все-таки оттуда-сюда, куда хочет. И ты говоришь, что вот мужа я вижу какого-то родителя, которого я ненавижу и без него... Да, да. Это любовь с гадостями одновременно. Поняла? То есть, как только ты всех простишь, начиная со своего папы и маму особенно, ты с этих отношений очень легко выйдешь. Созависимые отношения всегда на твою психушу приклеиваются. И как только ты со своей психушей разберешься, это все развалится. И к этому присоединяет вопрос такой, что я же говорила четыре года назад мужчину встретил, познакомилась, но там он узнал, что замужем, и так все это в принципе нет. А я забыть не могу. А он на контакт вообще не ходит. И тоже... Ты кого-то полюбила, он потом тебя бросил, и ты до сих пор его любишь. Да. Нет, ну у нас отношений там не было, вообще нет. В смысле у тебя вот такая ментальная любовь у тебя? Да. Догонишь ты. Тебе сколько лет? Мне? Да. До сих пор ты так умеешь, да? Нет. Платонический любить, не знаю. Письма вращения пропиши, не знаю я вот такого. Вот это письмо одному человеку один листок или все равно? Как хочешь. Там, причем непонятно, не надо писать каллиграфическим почерком. Может, как попало, оно потом вот так просто ведет. Но главное, чтобы мысль шла просто и ты быстро-быстро пишешь. Что-то не будет, после не надо. Очень важна моторика вот эта. Не надо в компьютере писать, там еще прямо на бумажке. После письмопрощения у нас все, многие вопросы пропадут. Это, ну да, вопросы станут глубже. То есть, вопросы на тему он виноват, кто виноват, я хочу и не могу, они уйдут сами. Потому что, когда ты обижен, ты находишься в позиции ребенка. Понимаете, когда у тебя есть обиды, ты как ребенок. А если не обижен, просто человек раздражает. Это обида. Это, знаете, я человеку в 95-м году 500 тенге занимал, но я уже просил его писать, писать, если ты помнишь 95-го года, пиши. Понятно? То, что, мы же, дыхание делаем, я себя чувствую, прям мужиком, телом, что-то с тобой. Ну, прям, что-то прям по мужиком сразу. Я прям, вот, она же начала петь, мне весело это. Я сказала, я хотела пить. Ну, честно, в письмах попишите письма. Что ты делаешь? Это узко-медитативное. Хорошо поется. День калькового. Классно, да? Да. Привет. Хотелось спросить, а вот, это, вот, эмоциональные блоки, да, это же есть, которые, наши обиды с детства, которые не вышли. Это по-разному бывает, в основном так, да. есть люди, смотрите, вот, когда приходят успешные люди, которые, там, я не знаю, там, в 60 лет, там, еще сколько-то, и если социальный успех есть, у них эмоциональных блоков очень мало. Казалось бы, он прожил жизнь, да, то есть должен нацеплять, он приходит, светится, сегодня такой мужик приходил, он светится прям. У него карьера нормальная, деньги есть, что-то проблемы есть, но он такой, как бы, с силой, что он решает все, и у него там, у него вылезло, конечно, пол ведра наблевал, но он, что он меня очистил, ну, короче, блядь, камон, пусть так будет. Успех, смотрите, пока ты идешь к успеху, у тебя идет личностный рост, у тебя вот эти дурацкие детские обиды, и ты не можешь стать успешным, если ты постоянно перекладываешь ответственность. Невозможно. Чем больше ответственности ты себе берешь, тем больше ты прорабатываешься. И чем больше ты прорабатываешься, тем ты больше... Поэтому сегодня предприниматели, которые достигли определенного, к успеху в деньгах, особенно, они очень прошаренные, они очень эзотерические, духовные они. Понимаете? То есть, вот это вот состояние, когда я бедный, зато я духовный, сука, и хороший человек, уже давно закончилось уже. А как замотивировать мужчину, чтобы он шел к успеху? В твоем случае? В моем. Я тебе так скажу, ты мужчину берешь, который меньше тебя, чтобы не подчиняться ему. Я подчиняюсь. Чего ты делаешь? Он манипулирует, но он не... Смотрите, ты выбираешь мужчину слабее себя, чтобы его контролировать. Но если ты взяла слабее мужчину и сама ему, блядь, даешь деньги еще под контролем, тогда ты дура. Извини меня. Чего ты тебе делаешь? Угадай. Обращение? Нет. В твоем случае, я за... В твоем случае, наверное, нет. Я его не знаю, что там этот, но... Я хочу отправить к вам, но он русский не понимает. Он что? В смысле, он вообще русский не понимает или не говорит? Не говорит и не понимает. Понимает 20%. А, тяжело будет, да. Убирку ты отправишь? Убирку. Он же там у вас, в Бахтаву. Беркут, кто-то отправишь? Беркут, он у него менталитет, он еще понимает это. Потому что западный менталитет тоже надо, ну, немножко вкуривать. Я чуть-чуть где-то там еще этот, но... Беркут, он же прям западный, он нормально, он причешет. Беркут очень своеобразный. Для меня было очень странно, человек знает английский, человек там, он русский знает, казахский знает, да, и при этом у него в голове моральные устои, как будто, я не знаю, там с 19 века как будто он приехал. Я иногда его слушал, думаю, ты где этого понабрался? А какой его инстаграм? Не знаю я. Ну, потом, где-нибудь найти. Главное же, имя знаешь, потом найти. Там, в октаву что, потеряться можно что-то? В один чат напишите, я сразу телефон пришлю. Знаете, есть, у них там на западе есть чаты, это родовые. Не знаю, у мужиков там, женщины туда не берут, короче. все братья, какие-то дяди, все там, 300 человек, все там. Есть такие же женские чаты. Вот ты в женские напиши мне берку тоже, тебе его привезут. То есть, меня всегда удивляло в октаву, когда авария ДТП, человек 40 стоит всегда. Я думаю, блядь, где вы собираетесь-то? Оказывается, в чат сразу пишут, короче, кто здесь рядом, подъезжаете. И с той стороны 30 человек, с этой стороны 30. И стоят, что-то рулят там. А кто-то небольшой город, я не знаю, 1070-1080 есть там население? 200? Да. Он небольшой город. Причем, когда поедете, а все-то все понятно, этот, как это, кефаль попробуйте. Прям мне нравится кефаль. Шашлыки с кефали, прям, для меня, я когда первый раз попробовал, ну, я очень сильно был удивлен. А помните, вы заболели у вас вторую? Я тогда чуть не умер. Да. А, вовремя, я не болел, я умирал. От наших инновидей или ковид? Нет, нет, я, я ковид, короче, я здесь в баню пошел, ковид, это комитет сняли, пошел в Арасан, и такой, да, сначала в Арасан пошел, думаю, что-то лежу на камнях горячих, и мне морозит. Фу, блин, простываю, что ли, что за фигня? Ну, ладно, пойду попарюсь, пошел, попарился, потом два дня проходит, я должен в Актаву полететь, думаю, еще раз в баню схожу, пошел в баню, и там есть такой, как этот, попар, от бани, короче, лимонный делают, я вот так захожу, и мне пахнет ничем, я говорю, этот, какой запах, лимон, я так на меня смотрю, лимон, думаю, хрен с ним, блядь, что-то сидел, сидел, ничем не пахнет, дайте его нахер, у меня вот так, прям вот так, все кривое в весе, потом, я думаю, дождусь чесночный, пара, на чесночный захожу, я уже молчу, я понял, что что-то не то, блядь, вообще нахер не чувствую, прикинь, чеснок, там, блядь, потом утром проснулся, в Актаву лететь, вот так, парфюм брызгал, шнегу, я не чувствовал, просто это твой парфюм, поэтому ты там, я в самолете уже летел в Актаву, меня вот так, еще апгрейд сделали, до бизнес-класса, я вот так лечу, блядь, и меня морозить начинает, потом приезжая, Мира меня встречает, заселяет в квартиру, и такая, вы себя хорошо чувствуете, я говорю, не знаю, нормально вроде, я вот так лег, и меня морозит, я выключил кондиционер, мне холодно все равно, я ей звоню, говорю, одеяло где? они позвонили хозяевам, там в шкафу, это возьми, я укрылся, и она мне привозит еду, я выхожу, она вот так, ой, еб... такая, я говорю, Мира, что-то происходит, и она вот так, врачу по мне вот так пишет, там, вот такие симптомы, она же врач, оказывается, вот такие симптомы, там этот, и он отправляет голосовое, а я вот так сижу, я говорю, Мира, мне кажется, я умираю, блядь, я не сдохну, она, а я, блядь, будете жить, вот так она, а сама думает, что я умру, мне кажется, и такая, и говорит, о, он ответил, и она открывает, ватсап, там голосовое сообщение, и она там нажимает, и он говорит, короче, блядь, больницу не вези, это ковид, больница сдохнет, я на Мира, я умираю, она такая, вы подожди, и он начинает протокол лечения, там, цифтериаксон, там, вот это, вот это возьмите, она, сейчас я за лекарствами схожу, лекарств нету, и по-моему, Беркут, откуда-то хер пойми, с области, лекарства вытащил, и она стала мне колоть, мало того, она стала жить со мной, в этой квартире, как бы, это, а жена же не знает, и жене, я болею, да, и она в какой-то момент, в 8 утра, это мне коник, и она, она что там живет, я думаю, сука, мне еще твоих разборов, блядь, не хватало, я говорю, я умираю, ты понимаешь, и, короче, пять дней, она меня вот, по его протоколу, вот этот врач хороший оказался, по его протоколу, она меня вот, у меня был, как это, окситоциновый шторм, или как вот, короче, это там, 98% летальный исход, это, и меня, короче, вот этими уколами, я, бля, этот, и я научился ходить, на пятый день я встал, на четвертый день, я вот сплю, короче, мне эта, дева Мария пришла, икона такая, блядь, пришла, я думаю, все, пиздец, короче, я вот сплю, и думаю, я вот прям, помню, и думаю, все, короче, я вот глаза открываю, это пятый день, и я, и нормально, я могу дышать, тренинг, это же, знаешь, как, я же один день, помнишь, тогда провел, и на второй день упал, и мне этот, Мира говорит, Игорь, может быть, проведешь, я говорю, ты ебан, я стоять не могу, после месяца, например, вообще, да, я вообще очень долго восстанавливался, наверное, месяца три-четыре, и потом еще два года восстанавливался после этого, у меня волосы выпали, короче, гормоны все к чертям свинячим полетели, блядь, ну, такая жопа была, я вообще, если бы не Мира, я бы сдох, наверное, я думаю, если бы не сразу лечение начали, видишь, если бы, она меня отвезла тогда в больницу, до эпидемии началась же с октавы, и там все вот поголовно, там в больницах умирали все, и октава такой регион, им похуй, что все болеют, ну, то есть они там свадьбу в рот они топтали, короче, всех, они маски не носят никто, то есть, ну, хрен его знает, я в магазин захожу, а Беркут еще такой, и он дурак такой, я говорю, а что ты с женой должен был прийти, этот Мира говорит, он должен был с женой прийти, я говорю, а что жена не пришла, а у него ковид, ты, блядь, дурак, ты че приперся, блядь, и там вот половина, у них дома у всех болели, и они пришли на тренинг, прикинь, и я на Миру вот так смотрю, я говорю, Мира, ты че, блядь, никого не боитесь, и она говорит, давай проведи еще один день, я говорю, я болею, ты гонишь, я сейчас всех перезаражаю, нахрен там, а вы Миру обучили? нет, это она там по наитию и сама что-то там делает, она посмотрела, ей кажется, что так тоже можно, да, а вот вообще обучаете? чуть-чуть попозже может быть, а вы в эфире сохраняете, потом можно будет посмотреть? вот в прямом эфире, там и валяется, да, я пробовал это делать без мастера, ничего не получается, ну вот, у меня же учитель, я рядом с ней там лечу, то что-то там делаю, и я думаю, я без нее могу или нет, без нее делаю, ничего не работает, то есть я уже проверял эмпирически, так и так, все, это не работает, это энергия, нет, сейчас же ее нет, но я же сейчас сам посвящен уже, то есть нужен проводник, который посвящен, и это чуть-то такая тема, ну, другая, не надо, вообще, можно развивать сначала эмпатию, потихоньку, насколько я понимаю, то есть, это, потом нужно понимать правила работы с энергиями, потом есть еще вселенские какие-то законы там, их тоже нужно понимать, они несложные, но их надо понимать тоже, вот, и все, и потом уже вот это посвящение, потихоньку, потихоньку все в это, работа с энергией, тихо-тихо раскачивается, вот, а вы на сколько часто так проводите? ну, каждый месяц почти, а вы видите энергию детей, да? угу, а вы видите, да? я недавно проводил в одном бизнес-клубе мастер-класс, и она мне такое, правда, связь, знаешь, дает, ты только не обижайся, я говорю, что такое, ну, у тебя вайп такой, гадалки, или емши, где-то вот что-то такое, где-то, ну, вот это, я-х, я знаю, а, ну, ладно, ну, если так, это целитель, да? это есть, да, только я не позиционирую целительство, потому что стражащих я не сильно люблю, они стражащие высасывают энергию просто, но они обнуляют очень жестко, это вот, когда онкология у человека жесткая, да, то есть они приходят, если они знают, что есть целитель, они приходят, ну, вот, сожрать просто, а когда ты не позиционируешь себя как целитель, или говоришь, что это психология, они приходят работать с психикой, когда получается исцеление, но специально лечить прям этот, не получится так, ну, у меня так не получается, я, я на это сильно не настраивался, если бы я 15 лет над этим работал, бы, наверное, был какой-то эффект, ну, ком приходят, да, болеющие? Бывает, да, то есть, я, я не обещаю, мне когда пишут, вот онкология, там, это применение, я говорю, исцеление не ждите, или там после инсульта приводят, я говорю, ну, вряд ли будет прям, стал и пошел, блядь, если вы ожидаете исцеления, лучше мне не надо, я не понимаю, а когда человек пришел работать с психикой, и у него болит спина, спину я вправляю, а так, зачем? вот у меня болит спина, вот, я когда дышала, письма прощения, попиши сначала, а вот как стать богатой, успешной, сначала, нет, ты сначала через, сначала письма попиши, потом уже будешь богатств уйти, и верни свое здоровье, да, какие тебе нахрен деньги? деньги, чтобы вылечиться, иди, чтобы вылечиться, тебе не нужны деньги, тебе нужен спорт, и есть меньше, и все, какие деньги, чтобы ходить? на улице? тебе обязательно надо, не надо, для того, чтобы вылечиться, не нужны деньги, для того, чтобы пить, держать водный баланс, не нужны деньги, для того, чтобы правильно питаться, денег много не надо, понимаешь, для того, чтобы ходить, нужно просто кроссовки, ты меня услышала я очень сильно как это если хотите лежа худеть и выздоравливать себе запишите дыхание хоффа чего запишите говорю сидит вот она таблетки ждет зато ты мне мозг не крути дыхание хоффа там дышит вниз живота во первых все диафрагмальный ну как будет вот это нужно перейти на диафрагмальный диафрагмальное дыхание разгоняет желчь под желудку вот вот это все да то есть и он работает как глюкофаж те же прописывали глюкофаж он это вместо глюкофажа практически попробуй дыхание хоффа попробуй почему я всех под воду еще гоню потому что там прям ты реально понимаешь дышишь низом живота потому что когда ты вдохнул в легкие ты всплываешь дыхание хофф по делу и можно просто поднял и писем прочтение попиши потому что астма твоя это дети сто процентов это обиды сто процентов чего сердце у тебя аритмия у тебя это страх это еще пару раз при не придет а диабет тогда чего отсутствие внутренней похвалы это человек который себе не это лишь смотри почему начинается диабет от вас большого потребления сахара то есть в любом случае начинаешь много сахаров есть ты пьешь много лимонадов то есть ты начинаешь на этом булочки жрешь там еще что-то и очень удивительно знаете когда у человека забираешь сахар он находит другие продукты с высоким гликемическим индексом откуда ты знаешь да но ты все равно ты начинаешь тесто жрать начинаешь там ну куда-то вдруг картошку есть куда-то в другой сторону ходишь и такой типа я не ем но единственно ты начинаешь тесто жрать там для экстрима там его начинаешь кушать и ты этот сахар вот себе опять туда но когда мне врач сказал убери рис я думаю ты вообще погнала что ли как рис убери и я убрал рис знаете как не братишка потом сказал что в корее в корее касса большое количество риса едят бедные люди чтобы забить желудок это как короче арбуз хлебом когда ты пожрать про хочет и ешь арбуз хлеба чтобы забить желудок чтобы это я думаю а я же готов отказ от всех бедных привычек и я нахрен и теперь если раньше или сил вот таких там три чашки так сейчас и ем одну четверть от одной овощи мясо и гречку я ем бурый рис я ем гречку я ем рис белый но чуть-чуть она вот так говорила эндокринолог ну скажите в одну ложечку и хватит же гонишь как и я сейчас реально там одну-две ложки ем и хватит белый рис вы не представляете как я хотел раньше этого буриса сейчас я отказался тесто я съем сильно меньше булочку и могу съесть одну за день они 5 лет за один раз макароны я не сильно любитель я пишу вам больше люблю но миш формат я ем там один раз две недели может быть это в командировке там из тушенки вот этой кублеевской на фигачу себе что быстро но я запиваю кумысом пол-литра кумыса выйдут там до свидания я в этом в плане в пищевых привычках и вообще прям ну вот и как это так и еще там салатик сахар сахар и не ем бурочки не ем хлеб не ничего сахара ну ты тебе пока можно нет у меня нет проблем но ты немного не что просто не знаешь сколько мы едем нормальный то то есть что ты понимала и выпивал по три литра там бурадина там где сейчас я начал в ресторанах пить колу потому что в коле меньше сахара чем в компоте заметили ты морском под заказ что килограмм как будто там уже сахара потом сахар смотрите почему сахар и связь сахара диабета и вот это всего потому что когда у тебя отсутствие внутренней похвалы ты как той собаке там сидеть она села кусок сахара кину и сладкое это как похвала себе ты не вместо того чтобы жрать сахар просто себе похвали за хорошо проведенный день и тогда ты не захочешь много сахара есть и все просто как только перед конфеткой перед сахаром перед чем-то просто себя хвалишь и не ешь детям можно есть сахар потому что у них мозг работает и сейчас и у них еще пока все работает пойдет пока но потом придется отказ от этого это же халявная энергия сахар даже халява для организма но надо все равно чуть-чуть ограничивать но у меня младшая дочка она очень хорошо чувствует свой организм она может два дня не если потом вот такую пиццу сожрет один раз и опять войне нет кушать муж нет кушать муж нет потом я хочу кушать и надо сразу поставить но и она вот съест прям вот такую пиццу и не надо переучивать то есть вот это трехразовое питание которое у нас приучили это очень неправильная тема захотел поел не хочешь не ешь хоть три дня не ешь это у нас мы старшую дочку так научили а младшую хер научишь короче она нас учить то есть это тоже не на фридайвинг не сказали то есть ты должен чувствовать свое тело когда она хочет есть когда пить когда что я реально я конца реально не понимаю это 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 плохой инсулин это 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 тоже опять же ты вернешься к дыханию хопа для того чтобы желчный начал желчок когда желчок пойдет не не муж какие-то много есть это тоже привычка спорт еще разберем да там знаешь вот идиота скажу 20 вот где-то километров 20 пробежишь там черти несколько штук выскочит у тебя они скажут пошла ты нахер больше а и на следующих 20 километров еще дюжина залезет блять потому что где стресс начнется пока ты бежишь в удовольствие или вот в какой-то такой как это допустимой зоне зоне дискомфорта они выходят но как только через не могу начинаешь делать они заходят с чем потом еще раз пробегись не знаю приходите потом что делать но до этого никто не бегает до 3 до 3 2 дыхания никто не добегает вас вот это второе дыхание это еще можно бежать вот после второго дыхание как устал остановись хватит не надо там второго ждать окна вот этого 3 хорошо что завершим спасибо все большое рекомендации выполнять если еще приходить